Молодые звезды офтальмологии. Название не фильма, но студенческой олимпиады, состоявшейся в Владивостоке на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета. Участники – будущие врачи-офтальмологи, офтальмологи-хирурги, студенты старших курсов и ординаторы дальневосточных медицинских вузов. На первом туре соревнуются в знании анатомии и истории офтальмологии, на втором переходят к решению практических задач – диагностики и назначению лечения глазных болезней. Площадка Тихоокеанского медицинского университета для этой олимпиады выбрана не случайно. Во-первых, Тихоокеанский государственный медицинский университет является ведущим медицинским университетом восточного научного образовательного кластера. Такие олимпиады дают возможность обучающимся самых ранних курсов проявить себя. Кроме того, на этой площадке они имеют возможность общаться с нашими лучшими преподавателями, профессорами, представителями нашей клинической базы – Центр микрохирургии глаза. Первые блоки самые были сложные, потому что было некоторое волнение на самом деле. Поэтому мы, скорее всего, плохо справились, я думаю, объективно. На олимпиаду пришла еще раз убедиться в том, что у меня есть уже какой-то приобретенный багаж знаний, который мне поможет в будущем. Приз хотите получить? Конечно, хочу. Когда у нас были занятия по офтальмологии на четвертом курсе, мне просто понравилось, мне было очень интересно, особенно офтальмохирургия. Потому что для многих глаза – это табу, но мне было бы очень интересно работать хирургически с глазами. Хотя врачи-офтальмологов медицинские вузы региона выпускают ежегодно, потребность в таких специалистах, особенно владеющих знаниями в области передовой офтальмологии, очень высока. И если теорию студенты, как водится, изучают в аудиториях, то практика проходит на базе одной из самых современных офтальмологических клиник региона – Приморском центре микрохирургии глаза. На данный момент времени в Приморском крае отмечается выраженный дефицит специалистов в области офтальмологии. Поэтому это мероприятие, которое мы проводим совместно с медицинским университетом, позволит нам повысить заинтересованность молодых кадров. Я планирую двигаться в сторону офтальмологии, офтальмохирургии. Меня очень увлекает такая структура, как глаз, столько в ней тонкостей. Тематическая медицинская олимпиада позволила участникам объективно, буквально в полевых условиях, оценить свои уже полученные знания. Победители заслуженно получили ценные призы, а кого-то, возможно, уже ждет и новая интересная работа. Где хотелось бы в идеале, вообще, в мечтах работать? Мне бы хотелось работать в Приморском центре микрохирургии глаза однозначно, пока других вариантов нет. Потребность в таких специалистах чрезвычайно высока. И вот благодаря такой олимпиаде, которая проводится сегодня на площадке Тихоокеанского государственного медицинского университета, при поддержке Центра микрохирургии глаза, мы показываем ребятам вот эти уникальные возможности, даем им возможность проявить себя, мы мотивируем их к выбору вот такой жизненно важной, необходимой, востребованной и для пациентов, и для практического здравоохранения профессии. Мы заинтересованы в грамотных специалистах, которые работают на местах, в поликлиниках города в том числе. Основная наша работа – это хирургическое направление в офтальмологии, одолечиваться и выхаживать этих пациентов будут именно те доктора, которые работают в лечебно-профилактических учреждениях. Ирина Шилина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.